Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы отправляемся в супермаркет для того, чтобы посмотреть на цены и, конечно же, сравнить. Сейчас от страны к стране меняется цена на тот или иной ассортимент. Начинаю я с фруктов и начинаю традиционно с того, что покупаю я для своей семьи. Хотя, на самом деле, несмотря на то, что это привычный ассортимент, например, овощей, я не помню, сколько все это стоило примерно год тому назад. Признаться, я не очень часто хожу в супермаркет, все больше на рынок, но даже при этом цены сравнивать очень сложно, потому что ты никогда их не запоминал. Ты был привычен к некой стабильности, понимал, что цены вырастают на какие-нибудь 3, ну максимум 5 центов и, соответственно, на это не очень обращал внимания. Но сразу я замечаю, поскольку для меня это привычный ассортимент, что цена выросла на вот такой салат. Раньше он стоил за большую упаковку примерно 1 евро. Можно было найти чуть дороже, чуть дешевле, если, допустим, это марка того же самого супермаркета, в котором ты покупаешь тот или иной продукт. И вижу совершенно точно, что цена на салат увеличилась в среднем на 50 центов, вне зависимости от расфасовки. 250 грамм, либо 500 грамм салата, а цена увеличилась примерно на 50 центов. Часто мы берем орехи, например, сейчас килограмм грецких орехов обойдется в 13 с небольшим евро. На самом деле цены на орехи я никогда не отслеживала, так же, как и не знаю, сколько стоили раньше семена мака. Но зато сейчас я знаю очень простой рецепт. Сварить любую пасту абсолютно любого вида, любой длины, любого размера, добавить туда самое обычное сливочное масло и добавить также семена мака, вы получите очень простое в приготовлении, при этом очень вкусное блюдо. Кстати, вот они и цены на сливочное масло. Посмотрите, в среднем качественное сливочное масло обойдется вам от 18 до 25 евро за килограмм. Масло качеством чуть похуже, с примесями и с добавками обойдется вам гораздо дешевле. Посмотрим, сколько стоят конфеты. Здесь я тоже совершенно не знаток ни ассортимента, ни цен. Конфеты мы покупаем редко. Но в любом случае, качественные конфеты, а также качественный шоколад известной марки обойдется вам от 24 до 29 евро за килограмм. Кстати, в Италии очень удобно. Указывается не только цена за конкретную расфасовку конкретного продукта, но и цена за килограмм. И таким образом, очень удобно сравнивать цены на продукты. Безглютеновые продукты всегда интересовали меня как маму-ребенку, у которого есть глютеновая непереносимость. Вообще, я стараюсь своим детям внедрять как раз-таки в их питание безглютеновые продукты. Например, это печенье мы часто покупали. И могу сказать, как я уже отмечала раньше в подобных эфирах, что если касаться категории дорогого питания, это какие-то необычные крупы, не характерные для итальянского стола, это также безглютеновая линейка, то здесь повышение цен либо совсем незаметно, либо вообще не произошло. Цена за килограмм безглютенового печенья варьируется от 4 до 5 евро. Сейчас мы увидим, что печенье само по себе из обычной муки типа 0,00 стоит примерно столько же. А раньше этот разрыв был существенный. Питаться качественными продуктами, держать здоровый стол было действительно накладно. Я часто покупаю вот такие готовые супы. Они хранятся недолго, и то в холодильнике на данный момент они стоят 3,49 м. Так называемая паста фреско. Эта паста изготовлена с применением яиц. Она тоже хранится в холодильнике, очень напоминает нашу лапшу. На данный момент стоит евро 39 за упаковку. В упаковке полкилограмма. Я точно помню, что раньше эта же расфасовка, этой же пасты, этой же марки стоила 99 центов. Евро 45 за 200 грамм упаковки продукта, который очень напоминает творог. Хотя, безусловно, им не является. Раньше этот продукт стоил также 99 центов. Цены на итальянский сыр моцарелла в целом не отличаются, если говорить о супермаркете и также о фермерском рынке. Сейчас за килограмм подобного продукта просят около 17 евро за килограмм. И это действительно дорого. Это считается простым сыром. Его любят во всей Италии. Производство его не так сложно, как, возможно, других ферментированных сыров, которые производятся в том или ином регионе. Но, тем не менее, цена сейчас выросла и составляет, повторюсь, от 16 до 18 евро. Вне зависимости от того, где мы покупаем на рынке, либо в супермаркете. 75 евро за килограмм копченого норвежского лососа вы отдадите в среднестатистическом итальянском супермаркете. 9 евро и 90 центов просят нас заплатить за упаковку. Из 36 прокладок плюс 8 дадут вам бесплатно. Это действительно супер выгодное предложение, потому что средства гигиены также подорожали. Цены на них тоже выросли. Вот, пожалуйста, для любителей йогурта, для ориентира, сколько стоит йогурт в Италии. И здесь цены тоже повысились примерно на 30%. Именно это молоко всегда я покупала своим детям. До того момента, пока они пили молоко в неограниченном количестве, упаковка конкретного этого молока долгое время стоила 1 евро и 9 центов. Кефир долгое время являлся непривычным продуктом для итальянского супермаркета. И когда кефир только появился на прилавках большинства итальянских супермаркетов, он стоил 79 центов. Данон – известная марка-производитель прежде всего йогуртов и различных кисломолочных продуктов. Сейчас стоимость за 2 стаканчика йогурта равна 2 евро и 79 центов. Безусловно, подорожали яйца. Яйца куриц, которые могут выходить на улицу, что называется, гулять по земле, стоят 2 евро и 39 центов. 2 евро и 74 цента стоят яйца так называемого биопроизводства. При этом, прошу заметить, что цена не за десяток яиц, а за 6 штук. Вот, пожалуйста, цены на шоколадные яйца любого размера марки Kinder. Эти яйца любят дети по всему миру наверняка по ценам именно на этот продукт можно сравнивать цены в различных супермаркетах по всему миру. Цены за килограмм печенья варьируются от 3,5 евро до 8,5 евро. Все зависит от того, насколько наполнено шоколадом, либо карамелью, либо подобной стружкой будет само печенье, сама выпечка. В целом, чем сложнее выпечка, тем она дороже стоит, чем она проще и даже очень часто, чем более здоровый состав, потому что простые ингредиенты, их достаточно мало, тем печенье будет дешевле. Цены на шоколад от 15 евро до 25 евро за килограмм. Все, опять же, зависит от марки, насколько он молочный, насколько он био. Я очень хорошо помню, что когда я приехала в Италию, именно этот шоколад Ritter Sport стоил 95 центов. Сейчас этот шоколад стоит дороже, но посмотрите, на него есть 17-процентная скидка, и его снова можно приобрести за 95 центов. Пожалуй, это один из немногих продуктов, который вообще не подорожал. В любом случае, его здесь и сейчас можно купить по цене, которая была 10 лет тому назад. Покажу вам свой любимый шоколад, это шоколад Lindt, он так называемый черный и с добавлением лимона. Вообще, я люблю именно черный шоколад, и чаще всего себе покупаю 78-процентный черный шоколад. Хотя люблю и вот такой шоколад, и, в принципе, вот такой люблю, на самом деле всякий люблю, но редко себе позволяю. Покажу вам детское питание, несмотря на то, что в свое время я купила большое количество подобных баночек, я совершенно не могу вспомнить, сколько же это питание стоило. Но есть у меня подозрение, что и сейчас детское питание, в особенности фрукты, можно купить ровно за ту же цену. Это примерно 99 центов в две баночки. Именно столько стоило детское фруктовое питание, но, опять же, здесь мне сложно полагаться на собственную память. Посмотрите, мука совершенно разная, и мука, да, подорожала. Мы всегда покупали муку био, это прежде всего рисовая мука, это также мука из гречневой крупы, ну и самая обычная мука 0,0, но тоже вариации био. Именно эта мука сейчас стоит 1 евро и 45 центов. Я совершенно точно помню, что раньше эта мука стоила меньше 1 евро. В Италии очень популярен вот такой бульон, он может быть в состоянии порошка, а может быть вот таким спрессованным. И, признаться, меня удивил натуральный состав подобного бульона. Он всегда продается в магазинах биопродуктов и, кстати, достаточно дорого стоит. Из себя он представляет не что иное, как высушенные и спрессованные овощи, например, морковь, лук, чеснок и сельдерей. Есть также вот такой бульон, и он не очень натуральный, там очень странные ингредиенты в виде патазио и так далее и тому подобное. Не очень хочется даже разбираться, что это означает, но на самом деле этот бульон тоже очень любят в Италии. Его часто применяют, и вот так, я думаю, придешь в ресторан, закажешь себе пасту с грибами, а паста с грибами будет приготовлена при помощи одного гриба и вот такого бульона. Не очень приятно. Больше всего цены выросли на пасту различного вида. Это могут быть спагетти, макароны, ригатони и все-все-все-все, что любят в Италии. В Италии паста очень популярна. Это любимая еда не только детей, но и взрослых, и цена на килограмм пасты, безусловно, повысилась. Если раньше можно было купить килограмм пасты очень известной марки Борилла за 99 центов, то сейчас подобный килограмм пасты вам обойдется примерно в два раза дороже. В Италии очень любят тунца, и тунец является действительно 100% итальянской едой. С ним готовят пиццу, с ним готовят салаты, с ним готовят пасту в том числе. И тунец – это дорогой продукт. Он дорог как в свежем виде на рынке, так же и вот в такой вариации. Под маслом чаще всего его готовят. Продают консервы, которые по вкусу очень напоминают сайру. И килограмм подобного продукта вам обойдется примерно в 20 евро. Томатная паста не путать с томатным соусом. С томатной пастой готовят томатный соус, стоит в Италии на данный момент примерно 1,5 евро. Из нее вы можете приготовить очень вкусный томатный соус. А если не хотите готовить томатный соус, то вы можете купить готовый. И стоить он будет примерно 3,50 центов. Кстати, в Италии очень любят подобное рагу, и оно продается уже готовым. И именно на это рагу, рагу из утки, рагу также из кабана, цена вообще не изменилась, не повысилась. Если любой другой соус с разными составляющими вы купите примерно за 3,50 евро за килограмм продукта, то вот такой экзотический соус из утки либо из кабана будет стоить в среднем 23 евро за килограмм. Но, повторюсь, при этом цена не изменилась. Примерно столько этот соус стоил и 5 лет тому назад. Покажу вам также мясные продукты. Я не очень ориентируюсь в ценах, потому что подобные продукты мы все-таки редко покупаем. Но вот, пожалуйста, свинина, вырезка за килограмм просит 8,69 евро. Упаковка из двух медальонов обойдется вам в 2,59 евро. Вот такое мясо на косточке за килограмм будет стоить примерно 6 евро. Но это цена со скидкой, потому что продукт, по всей видимости, у него истекает срок годности. И он выставлен по цене, сниженной на 30%. Вот такая курица, точнее ее половина обойдется вам в 2,90 евро. А цена за килограмм примерно 7 евро. Примерно столько же стоят мясные продукты и на рынке. Но считается, что на рынке они более вкусные. Хотя, видите, в супермаркете все мясные продукты, которые я вам показала, они были не только распакованы, но непосредственно само мясо было выращено в Италии. Кстати, в Италии является обязательным указывать, где были выращены и где были расфасованы продукты. Я люблю пиво, и когда-то я шутила, что мой муж экономит на мне, покупая мне пиво Францисканер, которое раньше стоило примерно 99 центов. Почему я говорю примерно? Потому что очень часто действуют спецпредложения. Цена понижается. И да, пиво подорожало в среднем на 15 центов. Любая бутылка, любой вид пива, если говорить о цене, то цена выросла. Лимончелло – исконный итальянский продукт. Сколько он стоил, не знаю, не представляю. Мы никогда не были любителями Лимончелло. Но на данный момент этот известный всему миру продукт стоит в супермаркете вот столько. И могу сказать, что в целом Лимончелло в супермаркете очень хорошего качества. Знаю, что в России Просекко Розе звучит очень гламурно. Часто это обыгрывают в различных шутках, а Просекко Розе звучит вдвойне гламурнее. Но, тем не менее, Просекко в Италии не стоит дорого. И в целом, бутылка хорошего Просекко в супермаркете обойдется вам примерно в 5-6 евро. Чипсы, которые являются традиционной закуской к Просекко, обойдутся вам от известной марки в 3 евро. Чипсы местного производства будут стоить дешевле, но и они подорожали. И если раньше подобную упаковку чипсов можно было купить за 90 центов, то сейчас цена выросла почти в 3 раза. Это, безусловно, связано с тем, что выросла цена и на подсолнечное масло. Традиционно чипсы обжаривают в подсолнечном масле. Покажу вам мороженое. Даже не представляю, сколько оно стоило раньше. Но сейчас упаковка мороженого обойдется вам примерно в 5 евро. Рыба замороженная всегда была дорогим товаром. Кстати, посмотрите, удивит, я думаю, очень многие, что подобные замороженные креветки в своем составе всегда имеют как минимум стабилизатор и чаще всего какой-нибудь консервант. То есть, очень часто мы едим с вами пасту с морепродуктами. Эта паста стоит дороже, чем какая бы то ни было. Исключение, наверное, составляет сезонный тартуфо. Но, тем не менее, это паста, которая приготовлена с ингредиентами, которые действительно оставляют желать лучшего, если говорить о наличии консервантов. И очень часто подобные замороженные соусы содержат стабилизаторы и консерванты. Будьте внимательны, читайте упаковки. Хотя речь идет прежде всего о креветках. Если креветки есть в составе, наверняка будет стабилизатор и консервант. Вот такие палочки рыбные дети очень любят. Сколько стоили они раньше, даже не представляю. Сейчас цена на них вот такая. Рыба замороженная покупала своим детям. Но, на самом деле, даже если очень долго думать, не вспомню, сколько она стоила. А сейчас цена на замороженную рыбу примерно 30 евро за килограмм. Примерно на 1 евро подорожала, повысилась цена на любое чистящее средство в подобной упаковке. Столько стоит стиральный жидкий порошок. И в целом вы видите, что действительно цены повысились. Потому что именно на средства для уборки я делала обзоры чаще всего. А что действительно выросло в цене, так это туалетная бумага. Посмотрите, я нашла туалетную бумагу, на которой написано Fashion. Я очень долго вертела ее в руках, пытаясь понять, почему производители этой туалетной бумаги свой продукт решили охарактеризовать как Fashion. Как вы видите, цветы и бабочки. Ну и вот, видимо, это и есть понимание Fashion, если говорить о производителях конкретного товара. На самом деле бумага очень подорожала в цене. Примерно в три раза выросла цена на этот продукт. Посмотрите, как интересно. Цена на туалетную бумагу также указывается из расчета на килограмм продукта. Это абсолютно логично, потому что бумага может быть плотная, может быть не очень плотная. И так потребителю будет легче разобраться с ценой. Самыми популярными колготками в Италии являются черные тонкие колготки. Итальянки не носят черные плотные колготки зимой, в основном носят брюки. И посмотрите, цены на колготки меня приятно удивили. Это примерно 4, а то и 3 евро за упаковку. И это гораздо дешевле, чем покупать колготки в каких-то фирменных магазинах сетевых, итальянских же. Но тем не менее, которые занимаются производством чулочно-носочных изделий. На них специализируются, либо производят также нижнее белье. Очень подорожала вода. Вы видите цену за бутылку воды. Подобные цены раньше можно было увидеть только на море. В прибрежной Соне именно вода стоила всегда очень дорого. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я показала вам продукты, которые прежде всего покупаю для своей семьи, на которые обращаю внимание, в ценах, на которые более или менее ориентируюсь. С вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.